И всем привет! У меня сегодня невероятно бешеный день. Я уже с утра успела отснять вам рецепт, который пойдет в шорт и в тикток. Также нам нужно сегодня съездить в магазин, а еще вечером нам нужно встретиться с братом мужа. Я не представляю, как все успеть, потому что помимо всего я хочу еще записать для вас видео, потому что едем мы сегодня в Альфу, Акрополь Альфа. Я давно там не была, честно скажу, езжу туда обычно ради Zara Home, но там открылся новый магазин, по-моему называется Half Price или Half & Half, я не помню. Но в общем это такой магазин Outlet, где разная одежда, что там у нас еще, все для дома, естественно все для дома, что мне очень важно. Разные аксессуары, там все для детей, для животных, в общем, когда я жила в Голландии, был такой магазин Takamaks, я постоянно в него заходила после работы, потому что он находился прямо около моей работы, потому что я смотрела все для дома. Мне важно было наводить уют тогда, была первая моя квартира, своя, где я жила, и мне прям очень важен был уют, поэтому я туда заходила. Когда я вернулась в Латвию, мне было немного грустно, что в Латвии нет такого магазина, и теперь вроде как он открылся, поэтому я намерена туда съездить. Мой TikTok полностью заполнен сейчас этим магазином, и все в основном показывают одежду, вещи. Одежда меня не особо интересует, у меня есть два моих любимых магазина одежды в Риге, они находятся в Старожке, я туда в основном езжу, если мне нужна новая одежда. Туда я, конечно, поеду ради того, чтобы посмотреть, что есть для дома, но при этом из-за того, что сейчас весна, солнце, хочется что-то себе купить. Хочется вот что-нибудь такое, какие-нибудь, может, аксессуары посмотреть, сумки, очки, в общем, хочется что-то именно для себя любимое. Поэтому не знаю, с чем я вернусь домой, но я думаю, что для дома я точно что-то куплю. И хочу вам показать, показать цены, показать, что вообще там есть. Возможно, вы тоже захотите потом туда съездить, я надеюсь, что там не будет большое количество людей, но это новый магазин, он недавно открылся, поэтому, скорее всего, там будет много людей. В общем, заваривайте себе чаек, кофеек, берите какие-нибудь вкусняшки и смотрите это видео, обдумывайте, хотите вы съездить в этот магазин или нет, а я еду снимать для вас. Но первым делом я пойду в Зарахум, потому что я очень люблю этот магазин. Честно говоря, мне хочется вот весь дом просто обустроить их товарами для дома. Я хочу, чтобы... Я просто хочу купить этот магазин, потому что там все так красиво. Надо держать себя в руках. Приятного просмотра! И, как и сказала, первым делом я пошла в Зарахум. Мне кажется, помимо того, что вообще товары для дома у них очень красивые, минималистичные, приятных таких натуральных оттенков, у них и интерьер в самом магазине невероятно красивый, потому что все расставлено на таких красивых деревянных полках, все между собой сочетается. В общем, их дизайнеру однозначно лайк за это. Вот насколько я не фанат цветного стекла, но вот эти чашечки невероятно красивые, и освещение еще так поставлено, что когда двигаешь чашечку, такие лучики солнца образуют узор на этой небольшом блюдце. Это очень красиво! Зара побуждает меня выкинуть абсолютно все мои чашки и кружки и просто купить новые. Так не надо делать, так неправильно делать, должно быть умное потребление, но как же после посещения их магазина мне хочется скупить все и просто заново поменять интерьер в доме. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше мы отправились в Тайгер, а здесь все такое уже более весеннее, яркое, разноцветное, очень милые тарелки, и что мне особенно понравилось, то что они глубокие, если налить соус, то он не растечется. Вот за это я люблю всегда такие тарелки. А вот эта вот тетрадка, я вот все думала взять ее, не взять, потому что в этой тетрадке вы записываете растения, по-моему, сезон, уровень полива, как часто нужен, освещение, и это, в общем, все для рассады, чтобы все было под рукой. Помимо того, что уже есть рисунки некоторых растений, есть свободное поле, куда можно нарисовать или приклеить фотографию своих растений. В общем, очень интересная такая тетрадка, я о ней все-таки задумалась. И направились мы в тот самый магазин, и первое, что нас смутило, это количество людей. Но товаров очень много, ребята, честно, все снять бы точно не смогла, как бы не старалась. Магазин очень большой. После того, как я рассказала на Рождество, что существуют свечки с деревянными фитилями, и они очень классные, в плане эффектов, звуковых эффектов, они пропали из Lidl, и их стали искать. Я их нашла, они продаются в этом магазине. Цены, конечно, не низкие на них, вот что-что, а свечи у них довольно-таки дорогие, но у них они есть с деревянными фитилями. Какое количество вещей для дома в этом магазине? Ножей, вот приборов всех, кухонные утвари, все есть. Формы для запекания, разные абсолютно цены. Я просто была в шоке, я не смогла это все обойти. Первое, моему мужу это неинтересно. Второе, ну не обойдешь ты весь этот магазин за один день, это как Третьяковская галерея. Ну просто, ну ты не можешь обойти это за один день, это невозможно. Особенно если тщательно все смотреть, потому что очень много всего. Я очень люблю деревянные доски, но в Латвии они стоят довольно-таки много. А здесь цены варьируются от 10 до 20 евро. Если съездить цена-клуб, цены варьируются от 50 до 60 евро. Здесь, посмотрите, они такие добротные, хорошие, деревянные. Есть потоньше, есть более толстые. Ну то есть вот 10 евро вот такая вот более тоненькая доска. И 20 евро это уже такая серьезная доска, которая неубиваемая. Я вот тогда все думала, я не взяла доску только потому, что мне нужно было вернуться домой и понять какой формы именно мне не хватает в деревянной доске. Но я намерена потом за ней приехать. Они совершенно все разные. Я очень приятно поражена этим. КОНЕЦ Кэрри Брэчелл очень бы понравился этот магазин, потому что огромное количество невероятно красивой обуви за довольно-таки лояльные суммы. Некоторая обувь прям мне очень сильно понравилась. Просто тогда у меня уже не было сил ничего мерить из-за моего активного утра. Но если бы у меня было чуточку больше сил, я бы купила себе чуточку больше обуви. Особенно вот эти вот невероятно красивые босунушки. Они мне так понравились. Такое вроде странное, очень яркое сочетание цветов, но мне так оно понравилось. Но, к сожалению, это 39 размер. Это не мой размер. Вот если бы там был мой размер, ну, несмотря на то, что устала, скорее всего, пошла бы мерить. Или вот такие вот классические лодочки такого приятного зеленого оттенка. Ну, неправда. Очень красиво. Ой, а вот эти вот. А как они мне понравились. Посмотрите, вот эти вот золотые буковки на подошве. Это так красиво выглядит. Ну и какой же канал Арты Нади без книг? Конечно же, мы зашли в книжный магазин. Я все смотрела на эту книгу. Когда-то муж хотел ее мне подарить, но я это узнала и испортила сюрприз. Он мне ее не подарил. Я в этот раз посмотрела. И есть один момент, который меня разочаровал в этой книге, поэтому я не стала ее покупать. Но, тем не менее, это правда очень красивая книга. Вот касаемо иллюстрации, тут вообще вопросов нет. А здесь мне просто очень понравилась обложка. И, кстати, в Риме тоже теперь продаются свечи с деревянным фитилем. Ну что, мы вернулись с магазина. И я думаю, что прошло время показать покупочки. И вот такой вот пакет, который меня закрывает. В общем, да. Естественно, я себе что-то нашла. Но как по-другому? Конечно, я думала, что я больше всего для дома найду. Но оказалось, что нет. И это не потому, что ассортимент магазина какой-то плохой. Наоборот, он очень даже хороший. Особенно, если вы любите деревянные доски. Они там по очень низким ценам. Но очень хорошего качества. То есть, там действительно прям плотная, добротная древесина. А не маленький кусочек дерева за 50 евро. То есть, там, ну, они по 10-20 евро. В зависимости от того, насколько большую вы хотите доску. Много товаров для животных, для детей. Одежды невероятное количество. Я бы не смогла это все заснять. Это просто невозможно все обойти. Такое там количество одежды с разными ценами. И да, я вполне могу спокойно сравнить этот магазин с Текамаксом. Потому что, вот я как помню, как в Голландии все было расположено в этом магазине. Какой там был ассортимент. Как выглядели ценники. В принципе, идентично. Но мне показалось, что в Латвии цены даже дешевле в этом аутлете. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то это такой некий аутлет, где продаются разные, в основном, брендовые одежды по очень низким ценам. С 50-70% скидками. Потому что это старые коллекции. Их уже не покупают. Их просто отвозят в этот магазин. И что есть в Текамаксе? Честно, я когда ее увидела, я поняла, что я очень сильно себе ее хочу. Это вот такая вот сумка-рюкзак. Невероятно красивого зеленого оливкового оттенка в сочетании с золотом. Но это очень красиво, как во мне. Мне очень нравится. Она очень вместительная. Что, в принципе, для меня это очень жесткий аргумент. Вот она довольно-таки вместительная. Есть разные кармашки. Здесь вот кармашек. И еще два отсека. Также, что для невротика, как я, очень важно. На спине, вот часть, которая прилегает к спине, есть кармашек. И можно самое важное положить туда. А, кстати, я даже не заметила сначала. Здесь тоже кармашек. Здесь он тоже есть. Я не знаю этот бренд. Я вообще в брендах не разбираюсь. Поэтому для меня неизвестно, что это. Отталкивалась от того, что мне очень нравится цвет. Мне очень нравится вот этот орнамент. Я люблю такие разные орнаменты. То есть для меня это тоже большой плюс. И то, что это рюкзак. То есть это как бы сумка, но как бы это рюкзак. А рюкзаки я тоже очень сильно люблю. Поэтому, да. Она мне очень нравится. Стоила она до скидки 110 евро. После скидки уже я купила ее за 40 евро. Там 39 копеек. Вот такая вот моя сумочка. Дальше из аксессуаров я купила себе. Захотелось мне очки. Потому что мои солнечные очки уже года 3. Я подумала, что наверное надо поменять. И мужу просто очень сильно понравилась оправа. Я мерила две пары и выбирала между ними. Первая пара была такая более нежно-коричневая. И в принципе был виден взгляд. А вот эти более темные. И если я не накрасилась или опухла с утра, то я могу спокойно одеть их и выйти на улицу. Мои глаза все равно никто не увидит. Что-то я как-то сейчас смотрю на камеру и не уверена, что они хорошо выглядят на мне. Что-то я как-то не уверена уже. Ну ладно. Но оправа правда очень красивая. Вот. Честно говоря, оправа очень красивая. Стоили 15 евро. Ну, мои покупки получились чуточку дороже. Потому что у мужа, сейчас я вам продемонстрирую. Муж решил себе обновить обувь. И купил вот такие вот кроссовки. Сколько они стоили? 24 евро? 40. 40. 36. А, да? А, я думала 24 евро они стоили. В общем, вот такие кроссовки, которыми он безумно доволен. Он их, я видела, что он в магазин уходил такой, давай домой. Или куда-нибудь другое место. И я ему говорю, посмотри себе обувь. Взял первую попавшуюся, просто потому что понравился дизайн. Но когда он примерял, я стояла рядом, он их примеряет и такой, они невероятно удобные. Он прошелся и такой, нет, мы их берем и 100% их берем. Тоже фирмы не знаю и даже не произнесу. Вот тут фирма написана. Вот от такой вот фирмы. Он сказал, что ему очень удобно, ему очень нравится, поэтому мы их и взяли. Также купили ему очки. Они были дешевле, они стоили 7 евро, по-моему. Вот такие вот очки. Я их сейчас примеру. По-моему, мне просто не идут очки. В общем, вот, мужа взяли вот такие вот. За 7 евро. Но ему же идут эти очки. И теперь к небольшим покупочкам для дома, а точнее одна. Это, конечно, прям запланированной покупкой не назовешь. Но при этом я, в принципе, знала, что, ну, в Тайгере я очень давно видела вот эту вещь для специй. И потом я увидела у какой-то блогерши, которая очень красиво для чая ее использовала на видео. И подумала, что я хочу ее себе взять. И она была в Тайгере, поэтому я себе ее и взяла. 6 евро стоило. Это вот такая вот колба. Чтобы мой взгляд не фокусировался. Это вот такая вот колба, куда засыпаются специи или чай, которые нужны под рукой. Вот такая вот деревянная подставка. И на нее ставится колбочка. Я хочу использовать именно для специй соль, перец, вегетто, возможно, и базилик. Потому что базилик я очень часто добавляю сушеный в свои блюда. Поэтому, мне кажется, как раз идеально все отсеки будут и красиво выглядят. Мне нравится, естественно, дерево и такая колба. Мне очень нравится. Вот. Это, в принципе, и все наши покупки. Надеюсь, что вам было интересно это видео. А если было интересно, обязательно подписывайтесь на мой канал. Потому что, в принципе, такого формата видео у меня и выходит. И я вас очень сильно люблю. И всем пока! Кстати, записала для вас видео. Оно выйдет завтра у меня в шорте. У меня в шорте, если что, постоянно выходят разные рецепты. Вы же сделала котлетки диетически на основе цукини. Это так вкусно! Ммм! Вау! Ммм! Обязательно посмотрите рецепт. И огромное вам спасибо, что вы уже начинаете делиться отзывами, когда что-то делаете по моему рецепту. Потому что я для вас очень сильно стараюсь. Мне очень приятно, что вы пробуете рецепты. И комментарии все положительные, между прочим. Всем очень нравятся мои рецепты. Потому что я сначала их пробую, а потом уже только выкладываю. Невкусных рецептов у меня нет. И для меня был такой очень важный комментарий. Чтобы вы понимали, моя мама просто ас в готовке. У нее огромное количество кулинарных книг. Все мое детство. Наше воскресное утро начиналось с того, что она включала кулинарную передачу. И всей семьей мы смотрели. В общем, моя мама очень вкусно готовит. Чтобы вы понимали, мой муж бежит к ней, когда она говорит. Темочка, я приготовила твой любимый гирос. И Темочка бежит к ней со своей плошкой. Дайте еще домой, пожалуйста. Да что уж муж! Он сидит, смеется. Да что уж муж! Моя собака бежит к моим родителям, когда слышат, что моя мама что-то приготовила. Один раз наша собака, кто знает, это маленький-маленький шпиц. Иди сюда, я тебе покажу, что ты действительно маленький. Вот, наша собака, это такой вот маленький-прямаленький шпиц. И этот шпиц, когда ему сказали, Микки, еда наложена, сиганул с дивана ради этой еды. А он, ну, боится. Он с высоких поверхностей не прыгает, потому что он очень маленький и лапки может сломать. Ради еды он сиганул. И моя мама недавно мне написала о том, что очень классный рецепт. И распиши мне попродробнее, я буду готовить по твоему рецепту. И когда человек, который вкуснее всего готовит в нашей семье, пишет мне о том, что напиши мне рецепт, я по нему приготовлю. Вот это прям тоже такой очень важный для меня комментарий. И ждю моего близкого. На него я буду очень долго отвлекаться, если он будет у меня на руках. Поэтому, ребятки, смотрите рецепты. Они у меня все очень вкусные. И у меня много и диетичных рецептов. А еще больше не диетичных, но очень вкусных. Я называю это рецепт для души. Когда он не диетичный, но очень вкусный. В общем, переходите, смотрите. Но скажу вам по секрету, этот рецепт этих котлеток уже в ТикТоке. Поэтому я ссылочку внизу под видео на свой ТикТок оставлю. И, в принципе, вы уже можете глянуть этот рецепт. Так, ну, по секрету.